МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Габдрафикова Зайнап Шакировна родом из рабочей крестьянской семьи далекого сибирского городка Тайшет, что под Иркутском. Старший ребенок в семье, она помогала, по хозяйству смотрела младших братьев и сестер. Школу закончила в военное время с золотой медалью. Любой вуз был открыт перед ней, но время требовало помощи фронту. Вчерашняя школьница, хрупкая, Зайнап на своих плечах переносила искалеченных на фронте бойцов, промывала и зашивала им раны, прибирала в палатах и операционных. Потом из госпиталя она провожала выживших, но обезумевших, а еще тех, кто не вынес операции и скончался. Ей было 19 лет, когда она попала на работу в АВАКО-госпиталь 3915, в котором находились пациенты с нейрохирургическими заболеваниями. На тот момент она начала свою карьеру палатной медсестрой. Рук катастрофически не хватало, приходилось браться за любую работу. Пациенты были лежачие, парализованные, очень тяжелые. Молодой 30-летний солдат, который был найден на поле боя без документов, и который на тот момент, когда его доставили в госпиталь, он абсолютно ничего не помнил, он не мог говорить, у него были осколочные ранения всего тела. Он не отпускал, ну почему-то ему моя бабушка больше всего приглянулась, он не отпускал ее от себя ни на секунду. Как только она отходила, он начинал плакать, издавать какие-то звуки, пытаясь привлечь ее внимание к себе. Его переводили в интернат для психохроников. Несмотря на всю тяжесть черепно-мозговой травмы, он как будто понимал, что он расстается с ней, с этим местом, и, в общем, у него просто катились слезы по лицу. Очень многие погибали в первые сутки нахождения в госпитале. Смерть практически каждый день. Она с ней встречалась лицом к лицу. Очень много усилий было вложено в спасение этих пациентов, но они все равно, они с ней не выздоравливали. Она постоянно с теплом вспоминает начальника госпиталя, доктора Саркисяна. Он всегда мог найти какое-то слово поддержки, слово утешения. И возродить в человеке ту надежду на нечто хорошее, на победу. И благодаря таким людям, по сути, мы, наверное, и победили. Наверное, цена этой победы – это жизни и души всех людей, которые сейчас, по сути, живут на нашей планете. Потому что, изучая материалы от ТВ и нет, я понимаю, что если бы мы не победили, то в конечном итоге просто, скорее всего, жизнь была бы уничтожена. Память о их мужестве, о их воле, о их силе. Когда ты не смотришь на себя, как на личность, и готов, по сути, положить свою жизнь ради того, чтобы жили другие. И вот это не должно быть забыто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова